Глава четвертая И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону Он отдавал их в наем сторожам за тысячу сребреников каждый Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир Который давал царь Израильской в честь послов царя Ассирийского Славного Теглад Пиля Зара Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром Ни вино, ни секера не отуманили крепких ассирийских голов И не развязали их хитрых языков Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы И уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть Которую он оплетет этих важных людей с надменными глазами и льстивой речью Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии И в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским Спасет от разграбления его царства Которая своими неисчислимыми богатствами Скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами Давно уже привлекает жадные взоры восточных владык И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору в Атныльхав Оставил носилки далеко на дороге И теперь один сидит на простой деревянной скамье Наверху виноградника Под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях Расистую прохладу ночи Простой белый плащ, надет на царе Скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими Аграфами из зеленого золота В форме свернувшихся крокодилов Символ бога Сибаха Руки царя лежат неподвижно на коленях А глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток В сторону мертвого моря Туда, где из-за круглой вершины Аназия Восходит в пламени зари солнце Утренний ветер дует с востока И разносит аромат цветущего винограда Тонкий аромат резиды и вареного вина Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками И льют свое смолистое дыхание Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листы олив Но вот Соломон встает и прислушивается Милый женский голос Ясный, чистый, как это расистое утро Поет где-то невдалеке за деревьями Простой и нежный мотив льется Льется себе, как звонкий ручей в горах Повторяя все те же пять-шесть нот И его незатейливая изящная прелесть Вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя Все ближе слышится голос Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами За темной зеленью можжевельника Тогда царь осторожно раздвигает руками ветви Тихо пробирается между колючими кустами И выходит на открытое место Перед ним за низкой стеной Грубо сложенной из больших желтых камней Растилается вверх виноградника Девушка в легком голубом платье Ходит между рядами лоз Нагибается над чем-то внизу И опять выпрямляется и поет Рыжие волосы ее горят на солнце День дохнул прохладою Убегают ночные тени Возвращайся скорее, мой милый Будет легок, как серно Как молодой олень среди горных ущелий Так поет она, подвязывая виноградные лозы И медленно спускается вниз Ближе и ближе к каменной стене За которой стоит царь Она одна Никто не видит и не слышит ее Запах цветущего винограда Радостная свежесть утра И горячая кровь в сердце опьяняет ее И вот слова наивной песенки Мгновенно рождаются у нее на устах И уносятся ветром, забытые навсегда Ловите нам лис или синят Они портят наши виноградники А виноградники наши в цвете Так она доходит до самой стены И, не замечая царя, поворачивает назад И идет, легко взбираясь в гору Вдоль соседнего ряда лоз Теперь песня звучит глуше Беги, возлюбленный мой Будь подобен серни Или молодому оленю На горах бальзамических Но вдруг она замолкает И так пригибается к земле Что ее не видно за виноградником Тогда Соломон произносит голосом Ласкающим ухо Девушка, покажи мне лицо твое Дай еще услышать твой голос Она быстро выпрямляется И оборачивается лицом к царю Сильный ветер срывается в эту секунду И треплет на ней легкое платье И вдруг плотно облепляет его Вокруг ее тело и между ног И царь на мгновение Пока она не становится спиной к ветру Видит всю ее под одеждой Как ногую, высокую, стройную В сильном расцвете тринадцати лет Видит ее маленькие, круглые, крепкие груди И возвышение сосов От которых материя лучами расходится врозь И круглой, как чаша, девический живот И глубокую линию, которая разделяет ее ноги Снизу доверху И там расходится надвое К выпуклым бедрам Потому что голос твой сладок И лицо твое приятно Говорит Соломон Она подходит ближе и смотрит на царя С трепетом и восхищением Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо Тяжелые, густые, темно-рыжие волосы В которые она воткнула два цветка алого мака Упругими, бесчисленными кудрями Покрывают ее плечи И разбегаются по спине И пламенеют пронзенные лучами солнца Как золотой пурпур Самодельное жерель из каких-то красных, сухих ягод Трогательно и невинно обвивает Два раза ее темную, высокую, тонкую шею Я не заметила тебя, говорит она нежно И голос ее звучит, как пение флейты Откуда ты пришел? Ты и так хорошо пела, девушка Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет Но под ее длинными ресницами и в углах губ Дрожит тайная улыбка Ты пела о своем милом? Он легок, как серно, как молодой горный олень Ведь он очень красив, твой милый девушка, не правда ли? Она смеется так звонко и музыкально Точно серебряный град падает на золотое блюдо У меня нет милого Это только песня У меня еще не было милого Они молчат с минуту И глубоко без улыбки смотрят друг на друга Птицы громко перекликаются среди деревьев Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном Я не верю тебе, красавица Ты и так прекрасна Ты смеешься надо мной Посмотри, какая я черная Она поднимает кверху маленькие темные руки И широкие рукава легко скользят вниз К плечам, обнажая ее локти У которых такой тонкий и круглый девический рисунок И она говорит жалобно Братья мои рассердились на меня И поставили меня стереть виноградник И вот погляди, как опалило меня солнце О нет, солнце сделал тебя еще красивее Прекраснейшей женщин Вот ты засмеялась И зубы твои, как белые двойни ягнята Вышедшие из купальни И ни на одном из них нет порока Щеки твои, точно половинки граната Под кудрями твоими Губы твои алые Наслаждение смотреть на них А волосы твои Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада Вечером спускается овечье стадо Оно покрывает всю гору С вершины до подножья И от света зари и от пыли Кажется таким же красным И таким же волнистым, как твои кудри Глаза твои глубоки, как два озера И севонских у ворот Батрабима О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова Как башня Давидова Повторяет она в упоении Да-да, прекраснейшей женщин Тысяча щитов висит на башне Давида И все эти щиты побежденных военачальников Вот и мой щит вешу я на твою башню О, говори, говори еще! А когда ты обернулась назад на мой зов И подул ветер То я увидел под одеждой оба соса твои И подумал Вот две маленькие серны Которые пасутся между лилиями Стан твой был похож на пальму И груди твои на грозди виноградные Девушка слабо вскрикивает Закрывает лицо ладонями А грудь локтями и так краснеет Что даже уши и шеи становятся у нее пурпуровыми И бедра твои я увидел Они стройны, как драгоценная ваза Изделий искусного художника Отними же твои руки, девушка Покажи мне лицо твое Она покорно опускает руки вниз Густое золотое сияние льется из глаз Соломона И очаровывает ее И кружит голову ей И сладкой теплой дрожью Струится по коже ее тела Скажи мне, кто ты? Говорит она медленно, с недоумением Я никогда не видела подобного тебе Я пастух, моя красавица Я пасу чудесные стада белых ягнят На горах, где зеленая трава Пестреет нарциссами Не придешь ли ты ко мне на мое пастбище? Но она тихо качает головою Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра И не обожжено солнцем И руки твои белы На тебе, дорогой хитон И одна застежка на нем стоит годовой платы Которую братья мои вносят за наш виноградник Адонераму, царскому сборщику Ты пришел оттуда, из-за стены Ты, верно, один из людей, близких к царю Мне кажется, что я видел тебя однажды В день великого празднества Мне даже помнится, я бежал за твоей колесницей Ты угадала, девушка От тебя трудно скрыться И, правда, зачем тебе быть скиталицей Около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты Я главный повар царя И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аменодавовой в день праздника Пасхи Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя Сядь вот здесь на камне стены И расскажи мне что-нибудь о себе Скажи мне твое имя Суламиф, говорит она За что же, Суламиф, рассердились на тебя твои братья? Мне стыдно говорить об этом Они выручили деньги от продажи вина И послали меня в город купить хлеба и козьего сыра А я... А ты потеряла деньги Нет, хуже Она низко склоняет голову и шепчет Кроме хлеба и сыра я купил еще немножко Совсем немножко розового масла у египтян в старом городе И ты скрыла это от братьев? Да И она произносит еле слышно Розовое масло так хорошо пахнет Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку Тебе, верно, скучно одной виноградники? Нет, я работаю, пою В полдень мне приносят поесть А вечером меня сменяет один из братьев Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков У нас их покупают халдейские купцы Говорят, они делают из них сонный напиток Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви? Нет, Суламиф, в любви помогает только любовь Скажи, у тебя есть отец или мать? Одна мать Отец умер два года тому назад Братья, все старше меня, они от первого брака А от второго только я и сестра Твоя сестра так же красива, как и ты Она еще мала, ей только девять лет Царь смеется, тихо обнимает Суламиф, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо Девять лет Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя Такой гордой, такой горячей груди Она молчит, горят стыда и счастья Глаза ее светятся и меркнут Они туманятся блаженной улыбкой Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мира Лучше, чем нарт, говорит он, жарко касаясь губами ее уха И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей Одним ожерельем на твоей шее О, не гляди на меня, просит Соломиф, глаза твои волнуют меня Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания Соломон приникает жадно устами к ее завущему рту Он чувствует пламень ее губ и скользкость ее зубов И сладкую влажность ее языка И весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни Так проходит минута и две Что ты делаешь со мной, слабо, говорит Соломиф, закрывая глаза Что ты делаешь со мной? Но Соломон страстно шепчет около самой ее рта Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста Мед и молоко под языком твоим Ой, иди скорее ко мне Здесь за стеной темно и прохладно Никто не увидит нас Здесь мягкая зелень под кедрами Нет-нет, оставь меня Я не хочу, не могу Соломиф, ты хочешь, ты хочешь Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге У стены царского виноградника Но Соломон удерживает за руку испуганную девушку Скажи мне скорее, где ты живешь Сегодня ночью я приду к тебе Говорит он быстро Нет-нет-нет, я не скажу тебе этого Пусти меня Я не скажу тебе Я не пущу тебя, Соломиф, пока ты мне не скажешь Я хочу тебя Хорошо, я скажу Но сначала обещай мне не приходить этой ночью Так же не приходи и в следующую ночь И в следующую за той Царь мой, заклинаю тебя с серными и полевыми ланями Не тревожь свою возлюбленную Пока она не захочет Да, я обещаю тебе это Где же твой дом, Соломиф? Если по пути в город ты перейдешь Через Кедрон по мосту выше Селаама Ты увидишь там наш дом около источника Там нет других домов А где же там твое окно, Соломиф? Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так Взгляд твой околдовывает меня Не целуй меня, не целуй меня, милый Целуй меня еще Где же твое окно, единственное моя? Окно на южной стороне Ах, я не должна тебе этого говорить Маленькое, высокое окно с решеткой И решетка отворяется изнутри Нет, это глухое окно Но за углом есть дверь Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою Но ведь ты обещал мне Сестра моя спит чутко О, как ты прекрасен, мой возлюбленный Ты ведь обещал, не правда ли? Соломон тихо гладит ее волосы и щеки Я приду к тебе этой ночью Говорит он настойчиво В полночь приду Это так будет Так будет, я хочу этого Милый, нет Ты будешь ждать меня Только не бойся и верь мне Я не причиню тебе горя Я дам тебе такую радость Рядом с которой все на земле ничтожно Теперь прощай Я слышу, что за мной идут Прощай, возлюбленный мой О нет, не уходи еще Скажи мне твое имя Я не знаю его Он на мгновение точно нерешительно Опускает ресницы Но тотчас же поднимает их У меня одно имя с царем Меня зовут Соломон Прощай Я люблю тебя